Я Адриан Дуадди. Во всех моих математических работах присутствуют комплексные числа. Я внес вклад в развитие алгебраической геометрии и теории динамических систем. Эти числа имеют длинную историю. Вы видите здесь слева Тарталью и Кардана, первооткрывателей, живущих в эпоху Возрождения. Справа Каши и Гаусса, создавших единую теорию в XIX веке. На самом деле комплексные числа не так сложны, как могло бы показаться. Вначале они назывались невозможными числами, а иногда их еще называли мнимыми или воображаемыми. Поскольку действительно, чтобы их представить, требуется немного воображения. А в настоящее время эти числа буквально заполонили всю науку и в действительности больше не представляют из себя тайны. В частности, именно благодаря им можно строить красивые фрактальные множества. Я много поработал в этой области. Я даже снял фильм «Динамика кролика», один из первых занимательных математических фильмов. Вначале я вам объясню комплексные числа на доске. Математика очень любит писать мелом. Вы увидите, что линейка, угольник и транспортир иногда ведут себя необычным образом. Начертим на доске прямую с делениями. Одна из красивейших математических идей – связать геометрию и алгебру. Это отправная точка алгебраической геометрии. Точно так же, как складывают числа, можно складывать и точки. Вот две точки напрямой – красная и голубая. Сложим эти две точки. Их сумма – это зеленая точка. 1 плюс 2 равно 3. Пусть теперь красная и голубая точки движутся. Зеленая точка по-прежнему обозначает их сумму. Еще интереснее. Точки можно перемножать. Посмотрим, например, как действует умножение на минус 2. Конечно, оно преобразует точку 1 в точку минус 2. Если мы снова умножим на минус 2, нужно будет повторить то же передвижение. Поменять сторону относительно начала координат и удвоить расстояние до него. Конечно, мы получим 4. Если дважды умножить на минус 2, это дает умножение на 4. Умножение на минус 1 устроено очень просто. Каждая точка переходит в симметричную ей относительно начала координат. Другими словами, нужно сделать пол оборота или, если угодно, повернуть на 180 градусов. Если умножить число на себя, результат всегда будет положительным. Например, если умножить на минус 1, делается пол оборота. Поэтому повторение умножения на минус 1 приводит в исходное положение. Именно поэтому минус 1 умножить на минус 1 есть просто плюс 1. Например, как вы видите, умножение на минус 1 переводит 2 в минус 2. Если еще раз умножить на минус 1, мы вернемся обратно в 2. Это очевидно, не правда ли? Таким образом, не существует числа, которое, будучи перемноженным само собой, давало бы минус 1. Другими словами, минус 1 не имеет квадратного корня. Но, конечно, если при этом не рассчитывать на воображение математиков. В начале 19 века Робер Арган высказал очень красивую идею. Он сказал, поскольку умножить на минус 1 означает повернуть на 180 градусов, квадратный корень из минус 1 означает повернуть на половину, то есть на 90 градусов. Если я поверну дважды на четверть полного оборота, я сделаю полоборота. Квадрат четверти оборота есть полоборота, то есть минус 1. Достаточно было только подумать об этом. Тем самым Арган объявил, что квадратный корень из минус 1 отвечает точке, в которую минус 1 переходит при повороте на 90 градусов. Но, конечно, это заставляет нас выйти за пределы горизонтальной прямой. И мы только что решили приписать числа точкам плоскости, не лежащим на прямой. Поскольку это построение выглядит несколько странным, говорят, что эта точка, являющаяся квадратным корнем из минус 1, есть ненимое число. И математики его обозначают I. Но как только мы осмелились выйти за пределы прямой, все дальнейшее делается легко. Мы можем отметить числа 2I, 3I и так далее. Каждой точкой плоскости отвечает комплексное число. И наоборот, всякое комплексное число задает точку на плоскости. Итак, все точки целой плоскости стали числами. Эти числа могут складываться, как обычные. Посмотрите на красную точку, обозначающую число 1 плюс 2I. Прибавим к нему число 3 плюс I, обозначенное голубой точкой. Естественно, можно просто складывать, как учат в школе. Получаем 4 плюс 3I. Геометрически это обычное сложение векторов. Вы видите, комплексные числа складываются без проблем. Но что гораздо интереснее, эти комплексные числа могут еще и перемножаться. Точно так же, как и действительные числа. Посмотрим. Например, мы умеем умножать комплексное число на 2. 2 умножить на 1 плюс I дает, конечно, 2 плюс 2I. Геометрически умножить на 2 просто. Нужно лишь растянуть в 2 раза. Красная точка, умноженная на 2, есть зеленая точка. Умножать на I также несложно, поскольку мы знаем, что I отвечает четверть оборота. Например, чтобы умножить 3 плюс I на I, достаточно повернуть точку на четверть оборота. Получаем минус 1 плюс 3I. Не так уж сложны эти комплексные числа. И, наконец, ничего не стоит перемножить два произвольных комплексных числа. Попробуем, например, умножить 2 плюс 1,5I на минус 1 плюс 2,4I. Делаем как обычно. Умножим в начале на 2, затем на 1,5I и сложим результат. Тем самым получаем. Итак, имеем. Минус 2 плюс 4,8I минус 1,5I плюс 3,6 умножить на I умножить на I. А теперь вспомним, что I в квадрате равно минус 1. Именно для этого мы его и изобрели. Находим. Немного упростим все, что получилось. Минус 2 минус 3,6 плюс 4,8I минус 1,5I. То есть минус 5,6 плюс 3,3I. И вот теперь мы способны умножать комплексные числа. Другими словами, мы умеем перемножать точки плоскости. Это невероятно. Казалось бы, плоскость двумерна, так как для описания положения произвольной точки нужны два числа. А теперь я вам заявляю, что на самом деле достаточно одного числа. Конечно, мы изменили понятие числа. И теперь мы действуем с комплексными числами. По такому случаю определим два понятия. Модуль и аргумент комплексного числа. Модуль комплексного числа Z. Это просто расстояние от соответствующей точки до начала координат на плоскости. Возьмем линейку, чтобы измерить модуль красной точки. То есть 2 плюс 1,5I. Как мы видим, отмеряемая длина равна 2,5. Тем самым модуль числа 2 плюс 1,5I есть 2,5. Для голубой точки получаем 2,6. А для зеленой точки, являющейся произведением красной и голубой точек, получаем 6,5. Это общий факт. Модуль произведения двух комплексных чисел не что иное, как произведение модулей двух чисел. Аргумент комплексного числа находится измерением угла между осью абсцисс и прямой, соединяющей начало координат с точкой, отвечающей числу. Здесь, например, аргумент красного комплексного числа равен 36,8 градусов. Аргумент голубого равен 112,6 градусов. Аргумент их произведения, отмеченного зеленой точкой, равен 149,4 градуса. Это сумма аргументов двух чисел. При перемножении двух комплексных чисел их модули перемножаются, аргументы складываются. Завершим наше первое знакомство с комплексными числами стереографической проекцией. Возьмем сферу, касающуюся доски в начале координат. Стереографическая проекция сопоставляет каждой точке плоскости, то есть каждому комплексному числу, точку на сфере. И лишь северный полюс сферы, то есть полюс проектирования, не отвечает никакому комплексному числу. Говорят, что он отвечает бесконечности. Таким образом, говорят математики, сфера – это комплексная проективная прямая. Почему прямая? Потому что каждая точка сферы задается единственным числом. Почему комплексная? Потому что это число комплексное. Почему проективная? Потому что мы добавили точку на бесконечности с помощью проектирования. Странные люди эти математики, говорящие, что сфера – это прямая. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok